Ребят, это видео продолжение истории про собаку, которую мы нашли на улицу. Наверное, кто посмотрит на это видео и нарвался на него первый раз вообще на наш канал, я в конце видео оставлю ссылочку, вы можете нажать на видео, где мы рассказываем, как подобрали собаку. И эта собака была в руках до нас, как бы она была выброшена на улицу, а до того момента, как ее выбросили на улицу, эта собака была на передержке у мошенников, которые выпрашивают деньги в всяких группах, вконтакте и тому подобное, в одноклассниках, попрошая ничего, давайте поможем собачке, лапку-ножку сломаем и тут же ей полечим за ваши деньги. В общем, как эти люди, получается, не то, что вымогая деньги с других людей, а выпрашивая деньги, они еще и портят жизнь людям, которые все-таки хотят помочь этим животным, и пристроить их в жизни, также вылечить. Там, грубо говоря, вылечить, вычесать и просто дать нормальное житье, бытие. Поэтому досмотрите до конца, кому будет интересно, вы поймете, как у нас работает правоохранительная система, то есть сделать для себя выводы, я уж не буду так громко кричать, что у нас полный пипец, ну, посмотрите, сделайте вывод, по крайней мере, не будьте равнодушными, покажите то видео, которое мы до этого записывали другим людям, чтобы они понимали, что деньги скидывать мошенникам в интернете, которые держат там животных типа на передержке, не надо, потому что вся эта передержка раньше была, на улицах сидели девочки-мальчики с котиками, а сейчас это все перешло в интернет, потому что в интернете больше денег платят, и не надо там на улице сидеть, а животные мучаются. Ребят, всем привет, опять до пяти утра сидел, поэтому немножко не выспавшися, получилось, часов-то семь-то поспал, ну, конечно, хотелось бы побольше. Значит, поехал я в отдел полиции, в Матвилихово, приезжал опер. Оперу полномоченный, Дуфи. Отлично, Дуфи. Дуфи, что за проблемы у вас на кампусе? Без комментариев. Надо меня опросить, это по поводу этой вот мадамы с собакой, которая занималась всякой херней, якобы там этот, как он называется, передержка, вот это все. Она, значит, написала, получается, заявление за оскорбление. Ой, бля, муха, я даже не знаю, как это. Сейчас съезжу, значит, это, дам и объяснение, напишу, это у не участкового, а старший оперу полномоченный. Представляете, да, какие там связи накручивают, чтобы ездили по домам. Старший оперу полномоченный, то есть совершено преступление века. Ну, я думаю, кто люди понимающие, прекрасно понимают, что происходит. То есть понятно, что там все по знакомству. Кто-то там, грубо говоря, курирует, помогает ей в этой сфере. Именно по сотрудникам полиции. Сами видели по участковому ситуацию, когда участковый приехал совершенно с другого участка, а также уже в нерабочее время. И также старший опер прилетел, получается, и надо ему срочно объяснение по поводу оскорбления. Бред, ребят, куча преступлений совершается, убийств, грабежей. Старшая опера, блин, хрен, жопу поднимет, куда-то выйдет, а здесь старший опер прилетел преступление разруливать. Ну, ладно, разберемся. Я сейчас встречное заявление хочу написать на нее, так как она мне уже немножко подбешивает, да. Соответственно, занимается лжесвидетельствами, да, то, что она там что-то приписала. Ну, сейчас напишу встречное заявление, пускай побегает и по судам тоже. В принципе, потому что я говорю, единственное, ребята, что я сделал в этой ситуации правильно, мы дождались всех этих действий, которые сейчас происходят. То есть, этого я и хотел дождаться. Не просто записать видео, выложить и дать им все карты в руки, и понять, что они там, грубо говоря, мутят, крутят. Сейчас я уже все знаю и спокойно могу дальше продолжать записывать тот видеоролик, который мы хотим выложить, где рассказать людям, что такое передержка, и как обманывают их и тому подобное, и что эта мадама из себя представляет. Ну, ребят, я не знаю, у меня, знаете, такое полусонное состояние, полуистерический смех, потому что, ну, вся ситуация, она настолько банальна, блин. Та ситуация такая, знаете, ну, из мухи высосан слон. Поэтому, увидите дальше, сейчас я включу обязательно диктофон, запишем, что представитель власти скажет, потому что снимать его не запрещено, аудио записывать тоже не запрещено, но, чтобы не смущать, и чтобы больше все-таки нам представитель власти сказал, мы его запишем на аудио. Потому что действия и вообще, как бы, получается, работа полиции гласная. То есть, это вы должны понять. Секретность есть у некоторых, получается, служб, но секретность касается приказов внутренних. Я сам в этой системе работал, я знаю, о чем говорю, у меня тоже была секретность. А секретности в работе ихней абсолютно нету, Поэтому послушайте, что там оперуполомочный говорит, что рассказывает. И как он это объяснит, что самый старший оперуполомочный бегает за оскорблением. Хотя вы видели, там никаких оскорблений не было, там была констация моего субъективного мнения. А для чего я записывал? В целях своей безопасности. Чтобы на меня не напали, чтобы я, не дай бог, как ты не оскорбил ее, чтобы она потом мне привела. Все понятно. Видео от А до Я есть. Ко мне никаких претензий не может быть. Ее данные я никого не называл. А почему тогда в сети интернет-видео не полный ролик? А это мое правило. Это мое правило. Хочу монтирую, хочу нет. От какого там должен был, что там еще надо было записать? Я только момент, когда она ко мне обратилась, начал написать. Я вот как человек, как сотрудник, как обычный гражданин, просматриваю видеоролик. Если я вижу монтаж, я могу предположить, что там какие-то сцены были. Я же тоже сейчас могу сидеть и предполагать, как вы дома кушали пиццу. Это же не относится никак к делу, понимаете? Но это к делу никак не относится. А как это относится к делу? Вы мне по факту чего сейчас допрашиваете? По факту чего допрашиваете? Вот есть видеоролик? В видеоролике есть какая-то информация о человеке, поручившем честь и его достоинство? Фамилии, имя, отчество, данные как-то раскрыты? Плюс комментарии к этому видеоролику. Открываем комментарии прямо при вас. Смотрите, смотрите, прямо при вас открываем, чтобы как бы вы не обманывали. Вы же не можете обманывать, это же сотрудник полиции целый, целый старшего первополномочия. Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончены. Давайте открываем видео. Вот мы прямо при вас посмотрим видеоролик. Потом, кстати, насчет Виктора я еще жалобу напишу за его хамское обращение гражданам. Так, открываем видеоролик. И я вам сейчас показал видео, где ни одного комментария нету с их данными. Для чего вы меня тогда опрашиваете вопрос? Если вы даже не подготовились. Здравствуйте, запрошедцы, запрошедцы, блядь, тьфу ёб твою мать. Язык не поворачивается нахуй. Давай. Можно? Здравствуйте, запрошедцы, да и нахуй, честно сказать, ебал я в рот, блядь. Вот я могу доказать свою правоту с любых сторон. Вы почему меня это вводите в заблуждение? Я вас в заблуждение. Но мы посмотрели сейчас с вами, правильно? Я вас в заблуждение не ввожу. Но мы с вами посмотрели информацию? Есть скриншоты, которые... Подождите, мы с вами сейчас посмотрели? Я с вами тоже разговариваю. Есть скриншоты, где ссылки на YouTube. То есть, я нашим... Вот это ваш видеоролик, да? Ссылка на ваш видеоролик. А где это вообще размешено? Это ВКонтакте. Есть социальная страница, да. Позор на пельмь? А я при чем тут должен отвечать за это? Это не моя группа абсолютно. Я знаю, что это не ваша группа. Поэтому, как я могу отвечать? Просто этот видеоролик был выложен там. И что? После этого... А у нас запрещено это делать? Нет, после этого начались различные, так скажем, гонения, не гонения. Подождите. Молодой человек, я вам объясняю, вы не уйдете сюда, никуда. Да, я вам обещаю. Вот это меня никак не касается, вы поймите. Вы же юрист. Вы подготовленный старший опернополомощный целый. Вот. Это же бред. Вы уже пять раз сказали, что я старший. Так это потому, что для меня это очень, знаете, показатель большой. Но вы должны были убедиться ведь. И здесь вот именно в этой ситуации, если чужой группе размещать, ни при чем. И не могу отвечать за людей, которые размещают. Вот, допустим, кто же разместил эту ситуацию? Вы можете связаться у нас через отделка. Пожалуйста, можем выйти, связаться, кто держит эту группу. Удалите этот пост. Можете? Можете. Можете узнать даже, кто это разместил. Даже если это анонимно. Информация хранится до трех месяцев, насколько я знаю. Пожалуйста, можете, можете. Причем тут я? Пускай удаляют, если как-то они там гонениями занимаются. Ну, хорошо. По этому факту я вас даю прибыль. А, ну тогда все. А то вы меня видите, вы мне говорите, какие-то там комментарии. Я-то ведь начало не понял. Я-то думал, за комментарии вы меня вызываете. Мне интересно. Ну, не то, что интересно, а вот согласно этого материала я должен разобраться. С какой целью вы сделали это видео? А я вам сказал, цель своей безопасности. Разместили, впоследствии разместили на канале YouTube. А свобода слова? Есть ли такое мнение моего выражения? Да, конечно. Да. Я же, вы уже, Боба, видео посмотрели. Я там четко сказал, это мое субъективное личное мнение. И даже участкового я не показал, хотя у меня есть видеозаписи участкового. Согласитесь? Участкового лица там даже нет. Знаете почему? Хотя я мог его разместить, и вас могу записать. Потому что действия гласные. И поэтому лицо этого полицейского не показал. Хотя самое-то смешное, он был не на своем участке, не в рабочее время. И приехал, заявление от меня взял, даже которое не зарегистрировал. Прикольно. То есть он сколько совершил правонарушений, грубо говоря, внутренних? А я вам скажу, почему он был не на своем участке. Потому что народу не хватает, и участки перекидывают. Я все прекрасно понимаю. Раз все прекрасно понимаете. Если он сейчас еще работает, это же хорошо. И он, главное, выводы сделал, что так больше делать нельзя. Вот и все. Зарабатывать. Ладно. Сейчас зарегистрирую заявление, и после этого мы проверим дальше. Мое заявление. После такого трудного дня я заехал к самому лучшему парикмахеру. И кайфую, вы не представляете, просто как. Шикарно просто. В общем, сам этот топпер, он понимает, что ситуация, яйца выдела не стоит. Его, я так понял, получается, руководство заставляет вести себя так. Но я его попросил, говорю, представь доказательства просто. Где есть там, где мы там оскорбили эту женщину еще как-то. То есть на что он сказал, что это не мы оскорбили, а оскорбляли ее в какой-то группе. Там в ВКонтакте разместили, и получается там уже размещили, ну там же уже оскорбляли. Я даже группой сейчас, я не помню, что за группа, я говорю, мы за эту группу ответственности несем. Вы можете всегда заблокировать доступ к этой группе. Он говорит, так-то да. Становлюсь похожим на человека. Идеально, ребят. Не представляете, сколько шерсти с меня скидали. Первый раз в жизни увидел корги. Вот эта вот, шувалова собака. Прикольно смотрится. Такой маленький. Как лиса. Да ты лиса. Ой, такой красивый. Это мальчик, да? Красавчик какой. Да звезда. Красивый. Так, где она там? Машина где-то вдалеке. Пойди, что, утащили? Так, ребят, ну что, давайте подведем итог сегодняшнего дня приключения. Значит, утром домой пришел к нам старший оперуполномоченный. У меня дома не было, была Маришка. Старший оперуполномоченный Матвилихинского отдела УВД города. Представьте, старший. Я почему подмечаю, как бы, я ему об этом же тыкал. Что у нас совершаются преступления, там, грабежи и тому подобное, да. Там опера хрен пнешь по джопу, чтобы он пошел работать. Потому что я в этой системе работал, я знаю, как они сейчас работают. Я общаюсь с ребятами. То есть, многого там не поменялось. Наоборот, сотрудников стало меньше, работы больше. И в итоге они ничего не успевают. Это здесь, получается, старший оперуполномоченный прибегает по оскорблению, ребят. Представляете, тем более оскорбление это административное наказание. То есть, там даже если бы что-то и было, то есть, как многие, наверное, не знают, я открою секрет. Из уголовного наказания, оскорбление, такое понятие вообще убрали. То есть, нет сейчас такого. То есть, там есть оскорбление в административном кодексе, да. Грубо говоря, сейчас отнесли к этому правонарушению плюс штраф в 3000 рублей. Это и то, если очень серьезно доказать надо. Там, в принципе, процедура такая, не очень-то простая, доказывать. Но статья лжедоноса, это вот как раз то, что она сделала, то есть, в отношении меня, да, она уголовная статья. То есть, соответственно, я заявление в дальнейшем написал на нее. Именно пускай разбирается. Ну, в принципе, опер, знаете, так вот старший этот опер, он немножко посмеялся. Он говорит, конечно, мне смешна эта ситуация, но мне спустили сверху. Я, так понял, указание ему дали сверху. То есть, ну, аудиозаписи есть. Когда мы будем готовить вот этот видеоматериал большой, то есть, там мы, соответственно, все расскажем, покажем со всеми доказательствами, как это все приключалось. То есть, что у них там, да, действительно в структурах есть знакомые, кто продвигает, получается, грубо говоря, дает указание, чтобы материал этот из мухи лепили слона. Хотя, в принципе, там докопаться ищу, что-то у нас стоит в табличке, ищу кого-то, короче, ищу девушку, что-то там парень стоит. Вот, отвлекся. Поэтому ситуация натянута за уши, притянута просто, ребята, вы не поверите. Конечно, было неприятно, но я к нему приехал, и я говорю, я приехал, если честно, посмотреть вам в лицо. Я говорю, а так бы, говорит, не приехали. Вот, есть аудиозапись, где мы разговариваем, то есть, я все записал. Я говорю, так бы не приехал, потому что все равно здесь отказной материал, потому что нету состава никакого. Соответственно, говорю, смысл, говорит, ехать, ездить, я послал бы юриста, который бы сходил, посмеялся бы, написал бы бумажку, и, в принципе, на этом все закончилось. Но я, говорю, хотел просто посмотреть вам в глаза, так как вы целый старший оперуполномочный, да, там майор, грубо говоря, и мне хотелось посмотреть вам в глаза, то есть, что вы такой херней занимаетесь, ездите вот по такой херне. Значит, материалом дела он меня не знакомил, то есть, он мне сразу же отказал, то есть, непонятно вообще, по какому факту он изначально меня там пытался опрашивать, потому что я ему задаю вопрос, подождите, я говорю, вы мне скажите. Ну, есть аудиозаписи, ребята, есть, это все, в принципе, не секрет, а здесь вот частично сейчас вставлю, чтобы вы могли, как бы, понять всю эту ситуацию. А все остальное, конечно, вот этот весь абсурд, как все, что это просто, опрос этот был абсурдом, это никак не назовешь, потому что я ему задаю конкретно вопрос, он мне даже ответить не может. И тут же самое-то смешное, он говорит, по факту оскорбления, я говорю, а зачем вам данные моих детей, как бы, для того, чтобы потом эта женщина, там, могла как-то ими, этими данными воспользоваться, для чего, я говорю, данные по собаке, в чем она была, когда я ее нашел, говорю, там, в ошейнике, не в ошейнике, я говорю, как это вообще к оскорблению относится, то есть к материалу. Он говорит, ну, вы поймите, надо, говорит, изначально выходить, я говорю, как хер несет полнейшую, я говорю, так вы мне объясните юридически, как бы, я должен понять, да, для чего, вы меня опрашиваете по какому-то оскорблению, я говорю, покажите, во-первых, где кого я оскорбил. То есть он сказал, он начал, там, нести ахинею, потом сказал, что это под видео, под видео, я ему тут же видео включил, аудиозаписи, ребят, есть, я говорю, вот, посмотрите, покажите мне, где хоть один оскорбительный комментарий я написал в отношении этой женщины, или кто-то даже под нашим видео написал оскорбительный комментарий, там, в отношении этой женщины, его нет, он прочитал, я начал теряться, то есть он, а у меня тут, вроде как, в материалах какие-то скриншоты есть, Я говорю, покажите эти скриншоты, ребята, он мне показывает вот это. Единственное, что из материала он мне показал скриншот, где кто-то там разместил наше видео, назвал, как-то плохо, я так понял, что вот эту вот женщину, да, видео было размещено в группе, там меньше 30 человек. То есть я вот сейчас эту группу искал, я даже найти этот пост, ребят, не смог, потому что мне интересно стало, да, он мне назвал название всей этой группы, я пытался разобраться, там меньше 30 человек подписчиков в этой группе, там, и там ребята, я так понял, молодые, видимо, сидят, срутся, как бы, ну, а я-то тут при чем, я ему задаю вопрос, я говорю, я никого не скреблял, при чем тут я-то, при чем-то вы меня, это, опрашивайте, если вы можете сейчас, в принципе, с отделом КАС спокойно связаться, то есть в материалах проверки, то есть вам закон позволяет, можете, он говорит, могу. Я говорю, связаться, говорю, вычислить это несложно, кто разместил ВКонтакте пост, даже если анонимно, то есть там можно посмотреть, это вообще несложно, хранится информация 3 месяца, то есть органы могут в течение 3 месяцев, это и раньше было поднять информацию ВКонтакте, я имею в виду насчет сервиса именно ВКонтакт, потому что у нас была такая практика именно ВКонтакту, я говорю, в течение 3 месяцев поднять информацию, кто размещал этот пост, кто оскорблял, я-то тут при чем, как бы, то, что я записал видео, да, и высказал свое субъективное мнение, я имею полное право, имею, он говорит, имеете, я говорю, их, наш, свободная страна, я говорю, я высказал свое мнение, я никого личные данные не распространял, там, знаете, там, ко мне пришли люди, он говорит, а для чего вы снимали, он мне задает вопрос, знаете, вообще уже в другую степь пошел, я говорю, для чего, смысле для чего снимал, я говорю, я снимал в целях своей, и личной безопасности ихней, что я никого не оскорбил, никого не избил, чтобы они на меня потом не клеветали, так же как бы что они меня не побили там и это он короче заднул порожню он говорит, а где остатки видео какие-то понимаете, начинает меня спрашивать я говорю, в смысле какие остатки видео я говорю, вы о чем говорите, какие остатки он говорит, ну вы же не все разместили, я говорю, так это мое право, хочу что-то размещаю хочу что-то не размещаю, хочу какой-то делаю монтаж, это же мое право я говорю, о чем вообще говорите Короче, херни несет. А говорит, ты так между нами, знаешь, когда уже все в отношении них это... Я все объяснение написал, что там вообще придраться-то в принципе нечего. Он смеется, конечно. Он говорит, так вот, по секрету мне скажите, а где собачка-то? Представляете? Где собачка-то? И вот там сверху те, ребята, где собачка. Я говорю, собачка убежала давно. Нет собачки. Ну, понятно. Я говорю, собачка убежала, наверное, в добрых руках. Знаете? Ну, бред же, ребят. Ищут собаку, понимаете, и пьют мне кровь. Это вообще через милицию, через полицию. Ну и что, ребят? И где справедливость, скажите мне? Где закон? Уголовный розыск? Уголовный розыск занимается не уголовными преступлениями, ребят, даже... А занимается административными правонарушениями уголовный розыск. Старший, оперуполномоченный, ребят. И это вот у нас в России вот так вот. Это ладно, я могу за себя постоять и с юридической точки зрения, и надо, я знаю, к кому обратиться. А вот если вот просто человек... Представляете, вот эти вот... Нелюди, блядь, кровь пьют. С людей вот так вот. Таким не может человек сопротивляться. Вот не может. И поэтому они это знали. И пошли вот этот карманный участковый, третья, десятая. Который бабки получает. Вот и все. Бестыжие просто. Понимаете? Они переживают, что на улице им плюнут в лицо. Ну вот если я увижу, плюну. И нормально. Потому что, ну я считаю, что вот такие как бы люди, ну блин, это же вообще жесть, бессовестные. Вот и все. Это мое субъективное личное мнение, ребята. Но это не факт, что я плюну. Это я так. И вообще я не говорю об этой женщине, да? Вот будем говорить теперь так, потому что они же сейчас будут писать всякие бумажки постоянно. Бред, ребята, конечно. В общем, пытались высосать из пальца там какого-то слона. Я говорю, из мухи сделать слона. Но на самом деле ситуации этого дела не стоит. В принципе, то что дальше рассказывать. Посмеялись. Он, конечно, посмеялся, но это громко. Там есть на аудио то, что я в отношении них пишу встречные заявления. То есть он просто демонстративно смеялся. Ну, смеялся, смеялся и хрен на него. Главное, что он сидел и сам писал это заявление. Я ему, получается, дал от Маришки в Вайбере, получается, переписку, где она мне сказала, что написать. И он принял мне это заявление, потому что он должен был в письменном виде принять. То, что я не знакомил с материалом у меня, ну, меня еще больше наталкивает на то, что он в курсе событий, что происходит и кто ему расписал. Он, наверное, всего больше побоялся, что я увижу, кто расписал это заявление. И я это озвучу именно на, грубо говоря, своем канале. Откуда ноги-то растут? Все у этого. Поэтому, ребят, будьте аккуратней. Перестраховывайтесь. В нашем случае по законодательству мы сделали с Маришей все правильно. То есть подобрали собаку, проверили, что нет у него никаких номеров на собаке, нет чипов, чтобы найти хозяина. То есть мы на нее завели ветпаспорт. То есть, в принципе, законодательно мы все сделали, то, что должен был сделать нормальный хозяин. То, что там собаку мучили 6 лет, и сколько там, получается, вот это на передержке, которые вот эти вот оживодерки. Это, конечно, даже не могли собаке ветпаспорт завести. Собака вся в гною там, глаза были за это, что надо было оперировать глаз, что глисты там, третий десятый. Просто собакой не занимались. Получается, вчера к нам домой пришел оперуполномоченный. Хотел поговорить с старшим оперуполномоченный. Хотел поговорить с Сашей, его дома не оказалось. Мне он оставил повестку. Вкратце пояснил, я спросила, в связи с чем он говорит, помните, вы взяли шарпей, я говорю, ну да. Он говорит, поступило заявление по факту оскорбления. Да, запись есть на камере, ребят, у нас, то, что он говорит именно по факту оскорбления. То есть, у меня, во-первых, думаю, оперуполномоченный, оскорбление. У нас сейчас в уголовном кодексе нет статьи оскорбления, что очень насторожило, почему у нас, как будто бы у уголовного розыска больше нет работы, чем заниматься статьями неподсудными, как бы неподследственными. Ладно, Саше звоню, сказала ему, передала, что его вызвали. Он говорит, я занят, но потом перезвоню. Я сказала, что Саша, ну, оставила телефон, тот должен был позвонить оперуполномоченный. Потом Саша съездил, приезжает, рассказывает, что он вообще не понял, то есть, в чем состояла претензия, потому что в видео мы никого не оскорбляли, и к самому видео, я так понимаю, претензий тоже не было. Были претензии, что оно смонтировано, поэтому там не было типа оскорблений. Были какие-то принт-скрины из какой-то группы непонятной, что там под нашим видео, кто-то разместил наше видео, под нашим видео были комментарии негативные с оскорблениями. Я говорю, ну, представьте, выкладывают в каком-то паблике, что Путин такой хороший, сделал много-много очень хорошего для России. Ниже идут комментарии негативные, что это, например, не так. И привлекают к ответственности того, кто создал пост о Путине. Вот у меня примерно вот такое же впечатление складывается. То есть, что хотят, что творят. То ли работы у сотрудников нет, то ли кому-то что-то очень как бы захотелось. Во-вторых, Марина говорит, у меня создалось такое впечатление, что группу вот этого, потому что вчера пытались найти пост, мы этот не нашли, что группу там, из этих 33 человек создали, тут же пост, получается, залили вот этот свой же кто-то там же у них, чтобы как-то возбудиться там, у них была причина. И тут же удалили, потому что мы вчера так не нашли. Даже в истории нет этого поста, что кто-то где-то в контакте размещал. Саша говорит, что там пост был размещен анонимно, из принтскрина видно. И, как бы, комментарии, видимо, тоже анонимно были оставлены. Но то, что к нам претензии, я вообще не понимаю, в чем это претензия. Ищите, обращайтесь к сотрудникам группы, да, к владельцам группы. Обращайтесь к сотрудникам КА, чтобы они установили, кто под этим анонимным пользователем оставляет негативные комментарии. Вы просто ведь никто размещал. Разместить может кто угодно. Видео в свободном доступе, претензий нет. В видео ничего не содержится. Я не знаю. Или просто, чтобы нервы помотать. Ну, на нас здесь сели, там и слезли, в принципе. Ответочку они получили, потому что это все было умышленно, зная, что никаких, в принципе, не было оскорблений, ничего не было в видео. Сразу с ним можно было заранее ознакомиться. Поэтому клевета тут с их стороны, ну, открытый или лжедонос, как хотите, так трактуйте. Я думаю, в данном случае правоохранители должны разбираться сами. И вчера хочется мне сказать, там, правоохранитель один, Виктор, он так и отказался назвать фамилию, он же как бы офицер, такой достаточно, как бы сказать, гордый, крикнул. А когда я спросил, как его зовут, счел не называть фамилию, имя, отчество, на записи он знал, что там идет запись. Так вот, Виктор вчера возмутился, когда я сказал, говорю, вы понимаете, говорю, преступлений куча, почему уголовка занимается административкой? Почему старшего оперуполомочного, целый старшего оперуполомочного ездит, занимается какой-то ерундой? Тот напротив сидел за столом и сказал, вы знаете, у нас такая раскрываемость, у нас 30-е, как бы, что у них за год одно нераскрытое... преступления, и тут же, как бы, я думаю, это Мариша рассказывает, у меня все это записи есть, Марина говорит, а Саша, ты в курсе, что? Я говорю, что? И вот сейчас она быстренько расскажет. Ну, я сделала принт-скрин, Саша вставит его в уголочек, что у нас раз в России проводится чемпионат мира по футболу. С 10 июня все региональные МВД перестали публиковать статистику по преступлениям и саму информацию о совершенных преступлениях, то есть, ну, это только в России может быть. Короче, у нас глаза закрыли, все хорошо. Так вот представьте, вот как в том фильме. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Понял. Поэтому, знаете, там, этот Виктор, я так понял, забыл сообщить, что статистика сейчас не ведется, статистика якобы нельзя посмотреть, но я-то сейчас надо бы посмотрел. Что она не открытая статистика. Закрытая, да. Для граждан она, в принципе, не находится в свободном доступе. Да, вот, Виктор, ты, наверное, 100% нас смотришь, потому что сейчас весь уголовный розыск, который там был, он будет смотреть это видео. Мне хочется задать тебе вопрос, ты же целый офицер. Какой хера вот вы занимаетесь, вот такой херней? Совесть-то как-то, ну, вот, вы же давали, вот, доктора дают клятву, да? А вы присягу. Вот я эту присягу помню. Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника органов внутренних дел, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина. На верность-то кому? Руководителю? Или народу? С другой стороны, они подневольные люди, я так понимаю, что расписали сверху. Целые офицеры занимаетесь такой ерундой, майоры. Ну, я не понимаю, ребят. Вот я тоже бывший сотрудник, я вас не понимаю. Хотя я работал, вот при мне, да, были какие-то ситуации, но такой вот херни, честно, ребят, не было. Субтитры сделал DimaTorzok